Вся космодромная жизнь на колесах. Байконурские расстояния сплошь переезды. Каждый день экипаж выезжает на космодром. Проверка скафандров, примерка корабля, контрольная тренировка на Союзе. Специальный автобус основного экипажа всегда движется первым. Второй для дублирующего состава чуть позади. И на борту каждого подкова. На счастье подкова на специальном космическом транспорте. Именно этот автобус 1986 года перевозит экипажи по космодрому. В день старта в назначенное время космонавты сядут в него и отправятся на пусковую площадку. Внутри автобуса уже чистая зона, стерильно. Причем обсервационный режим сохраняется до самого момента пуска. Здесь все как в космическом корабле. Кресло для командира корабля, бортинженера-1, бортинженера-2. И уже здесь, будучи в скафандрах, космонавты подсоединяются к терморегуляции и вентиляции. Еще на Земле они готовятся к невесомости. Крутятся на специальном кресле. Лежат, меняя угол наклона тела. И даже вниз головой. Спят космонавты тоже в необычной позе. Вся хитрость при поднятой кровати. У нас доктор наш, добрый, он под кровать, под ноги подкладывает специальные брусочки. И в принципе мы сейчас спим под наклоном небольшим. Примерка корабля словно приемка новой квартиры. В ней все должно быть удобно для каждого члена экипажа. Глобально, конечно, там ничего не поменяешь. А какие-то мелкие такие, допустим, как правило, все члены экипажа, там вот место для карандаша, для какого-то таймера. Это единственные были пожелания. То есть, допустим, мы сами практически все это расклеили. Нет, значит, что срабатывать двигатель не будет, даже если есть запросы. Александр Кондрашенков, инструктор экипажа, учит думать на два шага вперед. Как правильно разместиться в корабле, как на выведении найти нужный предмет и законсервировать корабль на орбите. Не все можно прописать в борт-документации. То есть, например, идет какое-то указание снять контейнер. Может быть, не всегда прописано, что в течение полета, когда ты его снял, он тебе будет сильно мешать. То есть, нужно сразу подумать о том, куда его там грамотно расположить. Инструктор ведет экипаж два года. Он четвертый в их корабле. Незримо будет рядом и во время всего полугодового полета. Они по голосу знают, но они прекрасно понимают, что 16-й, 3-й – это их инструктор. Бортинженер Евгений Тарелкин готовится к полету 9 лет. Вроде бы новичок. Однако о космонавтике знает все. Как парашютист-инструктор сам когда-то тренировал своих друзей-космонавтов. Экипаж готов полностью. Могу сказать только это. Мы как боевые кони уже с нетерпением ждем того дня, как наконец-то сможем подняться на нашем корабле. Командир экипажа Олег Новицкий тренируется сближаться с МКС. Ручное причаливание, стыковка корабля и станции на рекордной высоте – 450 километров. Через несколько суток все это будет в реальности. Они готовы ко всему. Не пугает даже эта космическая высота. Командир экипажа Олег Новицкий хоть и отправляется в космос впервые, но летчик опытный. Под его командованием много воздушных машин выполняло задачу. Теперь на горизонте новые высоты и такой долгожданный космос.